потому что мы сегодня с вами будем смотреть на приемы и на принципы вообще формирования умений диалогической речи, а это одна из больших проблем у учеников, к сожалению. И вот как показывает и ЕГЭ, итоговая тестация, и вообще практика, у учеников с диалогами не очень все хорошо бывает. То есть монологи, они готовы более-менее говорить, иногда по шаблонам, иногда потому что они так заучили, иногда тренировались. А вот как только речь доходит до диалогов, там становится сложнее, потому что там же нужно и решение принимать быстро, и учитывать мнение собеседника, и реагировать на то, что собеседник говорит. Поэтому, конечно, это сложнее, чем монологическая речь. Но давайте мы сами сегодня посмотрим на то, как можно обучать диалогической речи, посмотрим и на приемы, и на средства, и попробуем посмотреть на приемы, которые и для начальной школы подойдут на совсем простом уровне, и дойдем до подготовки к ЕГЭ в том числе. Большое спасибо, коллеги, что кишки, что слышно хорошо. Хорошо, рад вас приветствовать, и рад, что вы даже в выходные, вернее, даже в отпуске находите время. Сегодня у нас первый день август, у нас еще остался отдых, к счастью. Вот давайте мы с вами сегодня про такие вещи и поговорим. Я думаю, что у нас у всех бывали ситуации, когда вот вроде бы придумываешь какой-то диалог, а он прямо не идет с учениками. То есть ученики отвечают механически, какими-то заученными фразами, и никак этот диалог их не стимулирует. То есть им в нем не хочется общаться, им не хочется чего-то говорить, они вот парой реплик обменялись, и одни, диалог, например, одна пара выдает свой, а остальным даже слушать неинтересно. Я не знаю, как у вас, у меня такие ситуации бывали, к сожалению. Бывали до тех пор, пока не понял, каким образом это можно все исправить. А все исправить можно прежде всего, если посмотрим на несколько базовых принципов коммуникации. То есть в каких случаях вообще коммуникация происходит. Есть несколько оснований. Я про это говорил в других вебинарах, поэтому я не буду детально говорить, а просто напомню какие-то вещи, тем более, что мы их, в общем-то, и так знаем. То есть общение происходит когда? Когда в нем есть потребность. Потребность общения бывает в нескольких случаях. В одном случае, когда нам надо сообщить информацию. У одного человека информация есть, у другого информации нет. То, что называется information gap. И тогда понятно совершенно, зачем мы ведем этот диалог, что нам надо узнать, какое содержание. И диалог строится словно сам собой, при условии, конечно, что информация есть. А вот разные игровые приемы вокруг этой информации можно устроить. Вторая цель общения – это opinion gap. Когда у одного человека мнение одно, у другого – другое, и эти мнения довольно отличаются. И тогда, естественно, начинаешь эти мнения сравнивать, начинаешь аргументировать свою позицию, пытаться убедить каким-то образом. То есть вот когда нужно высказать мнение, и оно отличается от мнения собеседника, это тоже повод для создания диалога. Бывает иногда experience gap. Это бывает реже, потому что у учеников опыт жизни более-менее одинаковый. Но, тем не менее, можно придумать и такие упражнения, когда у одного ребенка один опыт, у другого – другой, и они начинают его обсуждать. Либо на основе этого опыта начинается какое-то обсуждение. Я покажу пару примеров, которые, в общем-то, довольно известны, но в то же время, когда понимаешь, что в основе-то лежит experience gap, сразу понимаешь, какие варианты можно к этим примерам придумать. Ну и, наконец, бывает reasoning gap. Когда человек пытается сделать выводы из чего-то, вот он что-то посмотрел, послушал, придумал какие-то выводы, и он о них сообщает. Но здесь, наверное, комбинация. И opinion gap происходит. А иногда бывает просто для развлечения разговариваем, потому что скучно, хотим вместе поиграть. И тоже вполне-вполне законная цель. Вот давайте посмотрим на то, какие приемы можно построить на этих принципах, так, чтобы действительно получились диалоги. Причем эти диалоги были бы полезными. Давайте, коллеги, сделаем так. Я буду рассказывать о том, как вот этот диалог создать, вернее, как создать ситуацию и условия для того, чтобы диалог получился. А давайте мы с вами подумаем, в каких классах может этот прием хорошо работать, и для чего еще, кроме, собственно, отработки диалогической речи, может прием пригодиться. Например, лексику определенную, грамматику определенную, может быть, еще что-то. Потому что там будут некоторые приемы, где прям вообще будут отрабатываться навыки аргументированной речи, навыки убеждения могут использоваться. То есть нечто, что выходит за пределы собственного языкового материала и уходит в то, что называется речь и коммуникация. Итак, задание, когда надо что-то выбрать. И это все основано на экспириенс-га и на пилинга, когда у каждого свой жизненный опыт есть. И задания могут быть самые разные. Но принцип один и тот же. Нам надо обсудить с партнером что-то, что мы выбираем для какой-то ситуации. Самая известная ситуация – это когда, например, мы говорим, вы собираетесь провести месть на необитаемом острове. Какие пять предметов вы с собой возьмете и почему? И тут начинается обсуждение. Потому что понятно, что один говорит, надо обязательно взять спички, другой говорит, нет, надо не спички, надо зажигалок спичек, могут отсыреть и прочее. Потом начинают еще что-то выбирать и прочее, прочее, прочее. То есть диалог складывается вроде бы сам собой. Тут может быть проблема в том, что ситуация должна быть обязательно понятна ученику. Это не обязательно значит, что у него жизненный опыт такой был. В конце концов, крайне мало у кого из нас, и слава богу, есть опыт проживания на необитаемом острове. А вот давайте подумаем, можем ли мы как-то это упражнение адаптировать, чтобы оно прям хорошо легло в опыт ребенка. Вот что они могут обсуждать, что что-то надо с собой куда-то взять? Во что можно превратить это банальное упражнение, как его сделать интереснее или, по крайней мере, полезнее для детей? Можно в чате написать, можно микрофон включить. Давайте я идеи подкину, а потом, может быть, со следующими ситуациями что-нибудь вместе придумаем. Тут идей может быть полным-полно. Например, вы собираетесь навестить бабушку. Что вы возьмете там, или бабушку и дедушку. Что вы возьмете с собой. Вы собираетесь поехать на выходные на дачу. Что вы возьмете с собой. Вы собираетесь в короткую тур-поездку. Что вы возьмете с собой. То есть любые ситуации, которые укладываются в жизненный опыт ребенка, и этот жизненный опыт, он требует некого выбора. Могут быть более игровые ситуации. Вот, например, второе. Кстати, попробуйте как-нибудь это упражнение. Оно удивительно интересно работает. Когда вы говорите, что останется, то есть вот эту ситуацию даете. Например, imagine that one twenty words will be left for people to use. Which twenty words will you choose? Why? И вот дети обсуждают, они эти слова выбирают. А затем у нас второй шаг появляется, продуктивный. Напишите один абзац, используя только вот эти вот 20 слов. И смотрим, что у них получится. Кстати, помогает хорошо детям обратить внимание на функцию таких слов, которые они, казалось бы, особо не замечают. Это артикли, например, еще какие-то моменты. То есть начинают немного по-другому на текст осмотреть. То есть вот такие задания на выбор. Они хорошо работают, потому что у каждого свой опыт жизненный, у каждого свое мнение. Каждый смотрит по-своему и появляется повод для диалога. Что еще может быть? Могут быть вопросы, на которые могут быть самые разные ответы. Просто потому, что опять жизненный опыт включается, и кто-то может придумать какие-то варианты другие. Например, вот самый простой вопрос. Да, кстати, коллеги, я прошу прощения. Давайте мы вернемся вот к этим заданиям на выбор. Как вы скажете, в каких классах уже эти задания можно использовать? Можно ли их использовать в начальной школе? Или все-таки маловато еще дети? Ну, например, что возьмешь с собой, когда пойдешь гулять? Что возьмешь с собой, когда поедешь к бабушке? Тут вполне может подойти и для маленьких детей. Да, то есть действительно простые задания, но небольшие диалоги уже такие получатся. Причем самое интересное – это то, что дети могут не просто называть эти предметы, а они могут объяснить причины. Да, вот именно действительно с простой лексикой элементарью. Конечно, с соответствующей лексикой. То есть, например, они могут сказать какую-нибудь фразу, например, I will take a cake because my granny likes sweet things. Что-то такое, правда же. Но это то, что они вполне могут объяснить. Следующий тип заданий – это вопросы про жизненные ситуации. Вот эти вопросы, они опираются тоже, но мы здесь предлагаем в диалогах сначала обсудить разные варианты и придумать как можно больше вариантов для ответов на такие вопросы. Зачем это делается? Затем, что у каждого жизненный опыт разный, и вот эти вопросы, они развивают творческое мышление, на самом деле, совершенно нестандартное. И вот посмотрите, самый первый вопрос, он на самом деле может и для начальной школы сработать. How can you tell if a person is very strong? Вот давайте подумаем, как бы ученики начальной школы могли бы на этот вопрос ответить. Что бы они могли бы сказать? Прямо попробуем, давайте. Ну или давайте попробуем постарше ученики, как ответили бы. Например, я бы сказал бы, если бы я был на месте ученика начальной школы. Например, If a person can lift heavy things, he is very strong. А что еще может быть? Как можно еще сказать, что это сильный человек? Можно, например, сказать, что он сильный, если у него большие мышцы. Тоже вполне возможно. И кто-то из детей может сказать, например, If he or she has big muscles, he or she is very strong. И дальше какие-то еще описания могут быть. То же самое второй вопрос. How can you tell it is windy without going outside? Тоже вполне сработает в начальной школе. Например, I can see the trees move. Или там the branches move. И действительно ответ будет. Или, например, иногда можно сказать, I can hear the wind. I can hear the sound it makes. То есть вот такие вещи делаются. Есть какие-то вопросы, которые только ученики постарше могут сказать. Потому что им для этого надо понимать. Нужны знания экстролингвистические, знания о реалиях каких-то. Например, 70% of the earth's surface is covered with water. Only 30% is land. However, people do not live on all that land. Why not? И тут придется говорить, например, Because some areas are very cold. Some areas are very dry. Some areas are too hot. То есть хотя бы основы географии какие-то должны быть. Это скорее средняя школа. Ну, наконец, затем используем жизненные ситуации, знания, когда, например, детям что-то предлагают. Ситуацию им надо попробовать отгадать, что это такое. Например, Be sure not to lose this. Ellen said to her friends as they were living for a summer camp. What did Ellen hand her friends? И ученики обсуждают в парах и пытаются предложить какие-то варианты. Например, Return tickets, Keys, Banking cards, Еще какие-то варианты. То есть тоже здесь у нас диалог будет вполне естественным. Могут быть задания, основные на синтезе информации. Это как раз information gap, когда нужно не только обменяться информацией, но и использовать ее для чего-то. Например, отвечаем вот на такие вопросы. Plants native to one region are found all over the world. Why? И тут придется действительно подумать о том, вспомнить, какие растения, как расселялись, как их завозили, и сельское хозяйство растений, паразиты и прочее. Это вот для старших классов уже подойдет. И моральные дилеммы. Они, конечно, тоже работают для старших классов. Да, по поводу СОМ очень хорошее замечание, что помладше дети обычно концентрируются на внешность, а старше могут рассуждать о внутренних качествах. Совершенно верно. Тут зависит от того, что мы с вами, на что упор сделаем, и какие опоры подбросим. Ну и, наконец, моральные дилеммы хорошо работают, когда мы предлагаем детям в парах обсудить, как надо сделать, как надо поступить, что надо сделать в этих ситуациях. Например, what would you do if someone bought your book for a birthday and you hated the author? То есть здесь, как только начали изучать условные наклонения, грамматически уже справятся. Но здесь именно моральный выбор. Вам подарили подарок, а вы терпеть не можете. Вот что-то такое, что вам подарили. Что вы сделаете? Как вы поступите? Обменяйте подарок в магазине. Скажите дарителю, что плохой подарок, не надо мне такой больше приносить. Поблагодарите еще что-то. И вот это вот тоже довольно интересно. Здесь как раз opinion gap. Потому что у каждого разный взгляд, бывают разные привычки и прочее. Или, например, вот такое последнее. Оно довольно шутливое, но, тем не менее, иногда бывают такие ситуации. What would you do if the teacher came into class with toothpaste on his a hard nose? Конечно, здесь не столько зубная паста, может быть, сколько вот вечно мел, еще что-то. Я думаю, у вас такие же проблемы бывают. Мелом пишешь, а потом того и гляди. Как бы не запачкался. И хорошо, когда говорят, что у вас там, например, там рукав весь в мире, хотя бы пойдешь и отмоешься, вместо того, чтобы весь день так ходить. А ученики далеко не всегда рискуют сказать или не всегда считают нужным. А есть такие ученики, мы с вами знаем прекрасно тоже, которые будут смотреть, хихикать, говорят, смотри, смотри, какой пошел. Правда же? Поэтому самые разные ситуации. Моральные дилеммы тоже работают. Я вот про эти вещи говорю довольно быстро, потому что на самом деле я их в других вебинарах показывал. Но давайте посмотрим на некоторые приемы, которые тоже можно использовать и которые тоже хорошо становятся опорой для диалогов. Вот те приемы, которые я сейчас показывал, они для фронтальной работы годятся, конечно же. То есть не обязательно, это диалог должен быть. И диалогом их делает, например, такое задание. Обсудите в паре и придите к совместному решению. И тогда посмотрите, можно здесь поступать вместо what you do, можно говорить should you do. Как только мы на should меняем, то есть вместо поступка, факта, мы говорим про obligation, как следует поступить. Вот тут уже начинаются гораздо более интересные вещи, потому что тут появляется a pinning gap. И кто-то скажет, например, вот в самой первой ситуации what would you do if you found 200 dollars on them to pass late at night? А вот действительно, если так задуматься, например, а что бы я сделал, если бы я нашел бы крупную банкноту, в пустовом транспорте. Что здесь сделать? Сдавать куда-то, пытаться найти чья она. У меня бывали ситуации, когда я видел, как люди роняют. Там, конечно, ты бегаешь, отдаешь. А вот в такой ситуации тут действительно задумаешься, как правильно поступить. Правда же? Возможно ли, что найдут того, кто уронил, не найдут и прочие моменты. То есть на самом деле не такая простая вещь, она действительно порождает разные варианты обсуждения. И появляется вот эта вот a pinning gap. А картинки тоже прекрасно можно использовать в качестве опоры для диалогов. Но у нас, к сожалению, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Но тем не менее, у нас довольно часто картинки используют для описания. Но ведь в жизни нам картинки описывать приходится крайне-крайне редко. Понятно, что мы тренируем имение описания, понятно, что у нас есть опора. Но вот кому придет в голову сейчас с наличием мобильных телефонов, когда можно просто сфотографировать и картинку отправить, кому придет в голову ее просто описывать? Наверное, никому. Прокомментировать картинку, да, это немножечко другое. Это вот как задание в ЕГЭ, когда мы просто объясняем, зачем она требуется. Но там и задание главное не описать, а именно порассуждать. А если у нас просто картинка есть? На самом деле, можно по-разному поиграть. Во-первых, первый шаг – это вспомнить лексику и попросить детей «say as many things as you can about the picture». И тут не обязательно ее описывать, а просто, например, на уровень начальной школы «I can see a blue cushion». Может быть такой, конечно, может быть. «I can see two men» и прочее. А вот потом, когда с этим поработали и лексику вспомнили, уже идет догадка. Как вы думаете, что происходит? Что только что произошло? Что сейчас произойдет? Можно даже пофантазировать, придумать, как их зовут, чем они занимаются, прочее. Конечно, нам нужны какие-то картинки, которые являются хорошими опорами, стимулируют, когда о них есть что сказать. То есть, если мы просто возьмем какую-нибудь, например, там счастливую семью на пикнике, то вряд ли это будет хорошим поводом для обсуждения, потому что обсуждать нечего, все понятно. Потому что opinion gap здесь не будет, и так очевидно, что они делают. Information gap здесь не будет, потому что мы все видим эту картинку. Reason gap тоже не будет, нет основы для обсуждения. А вот когда мы видим какое-то очень эмоциональное состояние, может быть грустное, может быть удивленное, может быть сердится, вот там начинаются уже основы для этого диалога. Потому что тогда уже можно пофантазировать, а что там произошло, а к чему это может привести, а где это все происходит, а когда это все происходит. То есть, посмотрите, казалось бы, и там, и там диалог. Одна и та же установка. Посмотрите на картинку, скажите, что там происходит. Но если мы выбрали картинку неправильно, без учета вот этих основ коммуникации, диалога не получится. просто потому, что не за чем обсуждать, только из-за того, что учитель сказал, но скажут они по одному-два предложения максимум. И все, это будет вымученный диалог, который никому ничего хорошего не даст. Ни с точки зрения употребления лексики это не полезно, потому что, когда не понимаешь, зачем тебе эта лексика, то ее и использовать, она не запоминается. И с точки зрения грамматики тоже не очень полезно. То есть, упражнение станет, наверное, скучным, и нарушит динамику урока. Как еще можно попробовать поговорить детей? Можно поиграть с глаголами. Вот здесь у нас второстепенная задача, вторичная точнее, не только диалог устроить, а попробовать глаголы поиспользовать, определенные. Как мы делаем? Составляем небольшой список глаголов, с которыми точно ученики смогут сделать предложение. Поэтому и начальная школа здесь тоже сработает. То есть, могут быть глаголы like, hate, dislike, use, eat, drink. То есть, какие-то вот либо оценочные характеристики, эмоции, либо глаголы самые простые, повседневные. Затем ученики здесь думают. Мы им сначала показываем пример. Например, смотрим на ученика и используем глагол и говорим про него какую-то фразу. I think that you, например, I think that you like chocolate. И ученик, если вы правильно отгадали, он говорит, yes, I do. И вы себе балл записываете. Если он говорит, no, I don't, вы себе балл не записываете. И затем превращаете это в guessing game среди учеников. Я бы здесь сделал такой вариант. Либо я бы дал единый список глаголов на весь класс. Прям его разместил где-нибудь бы так, чтобы они все это дело видели. Либо я бы написал бы эти глаголы на карточках для того, чтобы ученики вытягивали этот глагол. Они его не показывали бы своему собеседнику. И они бы знали бы, что именно с этим предложением вернее с этим глаголом нужно составить предложение о собеседнике, а тот ему отвечает. Что здесь за диалог получается? Потому что, казалось бы, это просто упражнение на то, чтобы составлять предложение. Именно за счет того, что здесь игровой момент возникает, сколько баллов мы наберем, сколько мы правильно угадаем. И тут как раз даже хорошо, что ученики друг друга знают хорошо уже. Они смогут какие-то фразы говорить, которые они уверены, что они принесут им баллы. Главное, чтобы никто не начал жуничать и не отказываться от того, что правдивым является. Но даже если начнут, все равно лишний повод для обсуждения. И вот такая вроде бы простая игра. Здесь двигатель не вот эти вот information gap, reasoning gap и так далее. а перенгарп может быть еще. Тут никакой оценки нет. Но, тем не менее, игровая механика, которая превращает эти диалоги абсолютно механическое употребление глаголов, оно вдруг их делает интересным и более-менее коммуникативным. Просто, очень просто. сработает ли это не с началкой, там точно сработает, а вот как вы считаете старшеклассникам будет интересно такую игру попробовать поиграть? Коллеги, как вы думаете? Да, вполне можно адаптироваться. Старшеклассники любят играть, им этих игр не хватает как раз. Здесь мы только глаголы посложнее можем разбавить. Правда же? Потому что здесь могут быть глаголы, например, такие как skate. И если, например, я знаю, что кто-то любит кататься на коньках, то, конечно, сразу скажу I think that you like skating или to skate. Либо я могу сказать I think that you never skate. Если у меня такие предположения есть. То есть вот тут можно как раз какие-то вещи сделать и адаптировать. Это самое главное легко. То есть вроде бы мы говорим про глаголы, но у нас получается игра, которая, если в начальной школе это отработка именно глаголов, то старшеклассник может быть хорошая первая ступенька к предположениям каким-то, к высказываниям дальнейших гипотетических вещей, к разговору на тему хобби, к разговору на тему опасные виды спорта тоже вполне может быть. То есть на самом деле такая довольно многофункциональная игра, которую легко адаптировать. Следующее, interview. Вот тут полезная вещь, которая может нам подойти и для подготовки коге и кеге устной части. Причем делается тоже очень просто. Даем ученикам список глаголов. Например, decide, hate, love, offer, prefer, move и так далее. Buy, continue, wait. Но мы здесь уже не даем карточки, чтобы они случайно выпадали, потому что нам надо, чтобы осмысленные были вопросы для интервью. И ученики выбирают пять глаголов из списка. Это может быть один список на весь класс. Могут быть индивидуальные списки на пары. Как нам с вами удобнее. Но индивидуальные, понятно, что сложнее приготовить. И ученики должны с помощью этих пяти глаголов написать пять вопросов, которые они задали бы в интервью. И вот тут начинается вариативность. Вариант один, который может быть, мы предлагаем, например, договориться, кто играет какую роль. То есть они будут задавать вопросы, как если бы было в интервью какой-нибудь знаменитости. Но здесь надо знать этих знаменитостей. Поэтому это хорошо сработает, например, когда мы проходим выдающихся людей родной страны из стран изучаемого языка. Вот этот прием сработает. Либо мы можем не привязываться к знаменитостям, если мы хотим просто беседу, если мы хотим просто отработку глаголов, если мы хотим просто отработку умения диалогической речи, тогда ученики составляют пять вопросов с этими глаголами и задают эти вопросы своему однокласснику, того, с кем он сидит, соседу по парте. И у них получается вот такой вот диалог в виде интервью небольшого. То есть у нас есть коммуникативная ситуация. Например, вы там готовите репортаж для школьной газеты или вы подкаст собираетесь записать интервью со школьником и запишите, пожалуйста. И, соответственно, потом одноклассник тоже свои вопросы задает, получается такое интервью. Здесь, опять же, у нас коммуникативного обоснования немного, если мы контекст не зададим. То есть определенные роли, по сути, это интервью превращается в мини-ролевую игру в такой ситуации. Вот про ролевые игры мы сейчас еще поговорим, потому что ролевые игры это прям тоже богатая тема для диалогов. Известная совершенно игра на отгадывание Who am I, про которую все уже, наверное, знают. Но давайте подумаем, как можно ее еще преподнести. На всякий случай, если вы забыли, что это такое, то здесь все довольно легко делается. Составляем список известных людей, желательно тех, которые сейчас живут, для того, чтобы в достаточном времени можно было вопросы задавать. И ученик, например, выбирает себе одного персонажа, и остальные ученики в классе сдают ему ясные questions про этого человека до тех пор, пока не догадаются, кто это. Тут самое главное, что мы всегда можем установить лимит на количество вопросов, лимит на времени, сколько можно вопросов задавать, например, там в течение трех минут надо отгадать. Либо можем просто посчитать, например, кто задавал меньше всего вопросов и отгадал. Это если в группе, либо в диалоге, там, конечно, тут никто за годы задавал вопросы, а просто это игра когда по очереди. Вытягивает, кстати, очень хорошо работает даже со взрослыми. Причем даже когда хороший уровень языка учеников, они все равно в эту игру играют с удовольствием. И второй вариант, он сложнее, и вопросы будет задавать один. Учеников остальные ему будут отвечать. Тут уже не столько диалог, сколько игра групповая получается. Когда мы просим одного ученика выйти из класса, быстро-быстро с классом договариваемся, кем он у нас будет, и он возвращается, и он должен задавать вопросы для того, чтобы отгадать, кто он такой. Единственное, что здесь надо умерять фантазию учеников и какие-то реалистичные персонажи загадывать, потому что если будем брать нереалистичные персонажи, то тогда, к сожалению, не реалистичные персонажи, то тогда, к сожалению, можно бесконечно в эту игру играть, и она раньше или позже надоест. Дебаты. Тоже хороший прием, который, на самом деле, совсем не обязан быть таким трудным, как кажется, потому что про дебаты обычно начинаешь говорить, и говорят, ой, это же надо подготовиться. Ну, действительно, потому что в дебатах там много, там разные роли могут быть, там могут быть разные требования по вежнему оформлению высказываний, но мы ведь можем дебаты сделать, и партнами действительно в диалоги их превратить. Каким образом делается? Пишем противоречивые утверждения, с которыми, скорее всего, будут не соглашаться ученики, пишем их на отдельных листочках бумаги. Причем, смотрите, какие утверждения могут быть, например, women should be homemakers, mobile phones should be allowed to schools, there should be no school uniform, literature lessons should focus on modern books rather than classics. То есть здесь у учеников, как правило, есть какое-то мнение, есть что сказать. Даже если они об этом серьезно не думали, тем не менее, про роль женщины в обществе, уж про все остальное тем более могут сказать. Что мы затем делаем? Мы, ученики, выбирают на пару, вытягивают по одному такому утверждению, и затем мы им даем определенное время и говорим, что они должны обсудить в парах, согласны с этим утверждением или не согласны, и написать, сколько-то аргументов предоставить, почему они согласны или почему они не согласны. А затем, когда они все это обговорили, они свое решение представляют всему классу. И вот здесь действительно можно будет интересно и послушать, какие у них аргументы. И диалог, он у нас становится не целью всей этой активности, а он становится просто одним из инструментов. Но тем не менее идеологическая речь у нас получается. Что еще можно сделать? Любые задания на установление порядка какого-то. Причем, если мы хотим монологи, мы можем просто, например, дать какой-то список, я не знаю, там овощей, фруктов, предложить ученикам самим решить, в каком порядке они их расположат и объяснить, почему кто-то по алфавиту будет располагать, кто-то по размеру, кто-то по сладости и прочее. Здесь мы можем сделать по-другому. Берем реальные диалоги, напечатанные, разрезаем их на фразы, на реплики, даже на отдельные кусочки можем, и предлагаем ученикам в паре выстроить диалог, а затем взять диалог и разыграть. Мы можем дать смешать, вот так вот разрезать, тогда ученикам сначала их надо отсортировать, потом выстроить этот диалог. Либо мы можем это в группе тоже сделать, то есть каждому ученику сдаются свой кусочек, и они быстренько их обсуждают, слух произносят и пытаются выстроить эту последовательность, причем они могут сами себя организовать, могут ходить друг к другу эту фразу свою проговаривать, подходит, не подходит, могут просто по очереди прочитать, что как подойдет в микрогруппах, но тем не менее тоже получается. В итоге у нас в любом случае складывается диалог, который мы просим их разыграть. То есть опять же здесь у нас диалог является уникативным выходом, но тренируем разные умения, в том числе и связанность речи, оценить и лексическое соответствие и прочие моменты. Похожая задача, но попроще может быть, хотя может быть кому-то посложнее покажется, это когда мы берем напечатанные диалоги, но прежде чем отдать ученикам, удаляем некоторые слова и предлагаем ученикам в паре обсудить эти диалоги, догадаться из контекста, какие там слова могут быть, они могут неправильно совершенно решить, могут ошибиться, получится довольно забавно, но тем не менее, как бы они не решили, потом они этот диалог воспроизводят, просто хотя бы стул для того, чтобы понять, что это такое, но это тоже работа с диалогом. Либо мы не слова, не как лексические единицы удаляем, а удаляем какую-то грамматику определенную, грамматические моменты, например, предлоги, которыми надо потренировать, вспомогательные глаголы и прочие вещи, и предлагаем ученикам посмотреть и восстановить диалог. То есть, если прежнее задание это было действительно выстроить по порядку, то здесь задание на восстановление чего-то, что у нас было не так, в данном случае с диалогической речью. И мне нравится вот это вот задание, оно очень хорошо работает, кстати, причем оно работает в зависимости от того видео, которое мы с вами подберем. Оно и для маленьких детей может сработать, оно и для старших работает прекрасно. Как правило, реклама какая-то хорошо работает. То есть, берем коротенькую рекламу на английском языке. Я обычно беру победителей фестиваля «Канские львы», либо просто какие-нибудь, например, popular ads или funny ads еще интереснее бывает. На YouTube есть очень много таких вещей. И сначала, только там обязательно диалог должен быть. И сначала проигрываем перед учениками это видео без звука и предлагаем ученикам придумать, что же там за диалог. То есть, мы говорим «You are going to become scriptwriters». И вот они, как сценаристы, как раз придумывают этот диалог. Потом мы включаем еще раз это видео. Ученики сначала свой диалог воспроизводят, а потом мы включаем со звуком и смотрим, угадали, не угадали, чей диалог лучше получился. Мога бывает очень интересно. То есть, здесь у нас получается opinion gap, у каждого свое мнение. Они обсуждают, как там диалог этот восстановить, плюс игровой момент. Удастся угадать, не удастся, как это сработает. И, наконец, ролевые игры, как я и обещал. Вот несколько примеров ролевых игр, которые могут хорошо сработать для отработки разного рода умений в бытовых ситуациях. Например, вот такая. Проходим тему еда. Как только ученики научились заказывать еду свою и говорить про нее там вкусно, невкусно, еще что-то, разыгрываем такую ситуацию. Один ученик-официант, другой посетитель. И с едой какая-то проблема. Ну, я думаю, тут название, оно предполагает, что может быть as a fine soup. Конечно, могут быть разные самые проблемы. Холодная, слишком горячая, пересоленная и так далее, и так далее. То есть здесь работает это уже, в принципе, в четвертом классе вполне может сработать. И предлагаем ученикам разыграть эту ситуацию. То есть, как минимум, пожаловаться официанту и попросить заменить титул. И здесь у них может быть простор для воображения, потому что официант может сказать, да, мы вам заменим, там, извинения, принести еще что-то. То есть дети с помощью вот такого рода ролевых игр, мини-ролевых игр, они учатся действовать в ситуациях, с которыми мы в жизни, к сожалению, можем столкнуться. То есть здесь некие social skills отрабатываются. Точно так же представьте такси. Один ученик такси-драйва, другой ученик-водитель. Он заказал такси, но поскольку только первый день работы водителя, а навигатор у него не работает, то ученику приходится точно ему говорить, куда надо ехать. То есть можно прямо поиграть. Мы же обычно как делаем, когда проходим направление, предлоги места и прочее. Рассказываем, например, дома куда-то, а здесь игра в такси, она превращает это все в диалогическую активность, в диалог. И получается довольно интересно, потому что и водитель будет вопросы задавать, и если дети уловят, что на самом деле вопросов-то задавать можно много, можно заставить пассажира очень детально говорить, куда свернуть, а может быть наоборот, кто-то как может быстрее пытается доехать, то вот здесь диалоги получаются совсем разные. Диалоги и мини-игры, которые основаны на противоречиях. I don't think so. Здесь надо разыграть спор. Предлагаем ученикам спорные утверждения, не совсем те, про которые мы с вами говорили чуть раньше, я сейчас предложу другой список, небольшой. Ученики начинают разговаривать, но у нас есть задача. Если один говорит о том, какой-то аргумент приводит, то второй ученик должен не соглашаться и приводить свои аргументы. И вот здесь как раз получается reasoning, очень хороший reasoning, когда ученикам приходится. Здесь даже не зависит от того, согласны или не согласны с этим утверждением, тут задача находить аргументы интересные. Но когда они их находят, диалог тоже получается, в общем-то. И, наконец, еще одна ролевая ситуация, которую можно на самые разные вещи распространять. Это один ученик выступает в роли учителя, второй в роли ученика. И надо научить, давать инструкции, как что-то делать. Естественно, можно уточняющие вопросы задавать, переспрашивать и так далее, и так далее. Вот это вот работает. Несколько тем, прошу прощения, одно предложение дважды повторил. Несколько тем для вот такого рода ролевых игр, несогласий, дебатов и так далее, и так далее. Самые простые могут быть. Вот те, по которым весьма вероятно, что учеников будут разные мнения. Например, какие домашние животные лучше, кошка или собака? Кто лучше учителя? Мужчины или женщины? Или вот такое утверждение smart phones make us stupid. Do you agree or disagree? Или, например, тема экологии humans are the most dangerous animals on the planet. Do you agree or disagree? Система ценностей. Is it better to be rich with no friends or poor with many friends? Повседневные ситуации в жизни. It is important to wear a uniform at school. Agree or disagree? То есть, важно это или не важно. Ну и близкая тема. Should teachers have to wear a school uniform? И пусть ученики действительно скажут, что они думают. Ну и, например, там надо ли награждать за хорошую учебу? Там надо ли конфеты давать в качестве награды? Надо ли платить детям за то, что они делают работу по дому? Ну, то есть, те самые вещи, которые действительно периодически всплывают в обсуждениях, которые близки и понятны ученикам, а здесь они их на английском языке могут использовать вот эти вот темы. То есть, посмотрите, как удобно. На самом деле, мы вот эти вот моменты можем встраивать во многие из игр и ситуации, про которые мы говорили. Если нам с вами нужны опоры, причем диалоги, которые можно использовать для грамматики, я сейчас про пару книг быстро расскажу. Может быть, вам пригодится. Посмотрите, пожалуйста, для грамматики есть такая удобная книга Татьяны Борисовны Климентьевой, которая называется Talk to me. Если вы ей еще не пользовались, посмотрите, она довольно удобна, если ее применять на уроке при отработке разных грамматических моментов. Ее где-то класс с пятого удобно уже применять. У нас есть здесь персонаж, который знакомится, рассказывает о себе, и он говорит что-то, задает вопрос ученику, и надо на этот вопрос ответить. То есть, у нас практически есть образец My name is Misha. What is your first name? и отвечает. Затем My surname is Pavlov. What is your surname? И ученики отвечают. То есть, у них есть опоры, у них есть совершенно четкие образцы, и вот в этой книге эти темы, во-первых, объясняется формирование времени, поэтому у детей есть опоры, они могут посмотреть это все быстро, вспомнить, причем посмотрите, довольно сложные времена есть, но тут действительно огромный список именов. После этого Когда дети потеряются? То есть, мы просто эту книжку используем тогда, когда мы переходим к изучению определенного времени, ввели это время, поработали вот с такими диалогами, в которых есть опоры, вот у нас есть вопросы, например, на самые разные темы, посмотрите, пожалуйста, начинает present simple, заканчивая, и present perfect continuous, и прочими вещами, это уже в конце книги, и затем такие задания для самопроверки. Представь, например, что у тебя есть друг-иностранец, ты ему хочешь задать вот такие-то вопросы, вот вопрос на русском языке, задай, и проверь себя по ключам, правильно, ты их задал или нет. То есть тоже инструмент, который хорошо позволяет диалоги создавать, но здесь задача не диалоги, создать как раз, а здесь задача помочь ученикам понять, в каких жизненных ситуациях им требуется то или иное грамматическое время, зачем оно нужно. Похожие для детей постарше, вот если talk to me, там просто содержательно, такие вопросы, которые концептуально подходят детям в пятых-седьмых классах, то где-то с седьмого класса, начиная, хорошо подойдет тоже книга Татьяна Борисовна Климентьевой, English grammar and dialogues, английская грамматика в диалогах на все времена, тут действительно все времена есть, посмотрите, от глагола to be в настоящем времени и заканчивая наклонениями вплоть до subjunctive mood, вот такие вот моменты есть. Принцип здесь тот же самый, в общем-то, только здесь уже диалоги мы не с книжкой разговариваем, а мы смотрим на мини-диалоги, которые именно в этом времени и написаны, и ученики понимают, где в реальных, каких жизненных ситуациях у них что требуется, как это время сказать, и тоже мы можем по образцу такого же рода диалоги создавать, но здесь у нас диалоги, диалогическая речь идет на службу грамматики, и точнее они вместе связаны и становится понятным, зачем и для чего мы грамматику используем. Вот можно будет посмотреть потом на эти моменты, на все, и еще одна серия книг, и это серия книг Олега Владимировича Шепилева, это учитель из Москвы, серия книг называется Steplighter. Есть книжки в печати, выпущенные в печатной форме, но возможно вам будет удобнее посмотреть на сайте title.online, мы, кстати, его переработали, он наконец-то стал удобным, там нормальные переувеличения, страница работает и прочие вещи, и легче находить все эти моменты. Есть серия пособия Steplighter, вторая книга на сайте Title Online в электронном виде доступна, можно прям несколько страниц полистать и посмотреть, подойдет или не подойдет, но здесь как раз именно основы для диалогов и для говорения. Каждая книга разделена на темы, в ней есть опоры для говорения в виде вопросов, причем эти вопросы несколько уровней сложностей, четырех, плюс данные тексты для чтения, словарь, грамматика, лексика и задания, и задания в формате ЕГЭ в том числе. Вот, например, посмотрите, одна из частей первой книги называется Family and Friends, и посмотрите, какие там темы Family Matters, Appearance, Character, Friendship, Love and Marriage. И вот у нас вопросы, например, вопросы первого уровня, они очень простые, там просто фактическая информация нужна, например, What family do you come from? What does a family... Прошу прощения, не вот, конечно, а who. Who does a family consist of? Do you have siblings? How do they look? Can you describe their personalities? И так далее. И это первый уровень вопросов, он довольно простой, там отработка лексики, грамматики простой ситуации. Второй уровень вопросов. Здесь уже надо описывать некие ситуации, например, How much time do you spend with a family? What do you enjoy doing? Do you often gather at table to discuss the events of the day? Третий уровень. Еще сложнее, вопрос требует более развернутого ответа, потому что здесь уже, посмотрите, если в первом был Information Gap, то в третьем уровне здесь вот у нас уже a Pilling Gap. Например, What are the benefits of being close to a family? Are you different at work and when you are with your family? After work. Но здесь это уже для старших может быть совсем, для студентов колледжей, для студентов вуза. Подойти либо просто берем какие-то из этих 14 вопросов, те, которые старшеклассникам подходят. Есть глоссарий, как мы с вами видим, прямо по уровням все разбито. Вот эти слова. Есть задания на тренировку, абсолютно стандартные, привычные, соотнистие слово с определением, заполнить пробелы и лексикой, и грамматикой. Есть тексты на чтение на эту тему, посмотрите, как интересно. Everyday life of a family with nine children. Вот действительно, что это за жизнь и как они вообще живут и справляются в такой ситуации. И есть фотографии, которые можно пообсуждать. Но здесь можно попробовать, например, пообсуждать в формате ЕГЭ как раз. Вот такие вещи. Обратите, пожалуйста, внимание на тренажер, потому что мы с вами говорили о том, как нам выйти на устную речь и прочее. Как все это работает? Коллеги, скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с этим тренажером ЕГЭ или надо посмотреть на него? Вот как он работает и как он действует? Как скажете? Давайте сделаем так. Незнакомы. А нет, это незнакомы или нет, это не надо. А вот незнаком. Давайте тогда покажу, почему это важно, потому что это единственный в России тренажер онлайн, который имеет сертификат ФИПИ. Больше таких тренажеров нет. Почему я это знаю? Потому что этот тренажер создали авторы серии книг издательства «Титул». Вот у вас сейчас появляется. Посмотрите, пожалуйста, мы заходим на сайт. Пусть вас не удивляет надпись «Мой тренажер», потому что я здесь сам подписался. У меня аккаунт очень… Я, кстати, выручал, когда я готовил школьников к ЕГЭ. У меня один ученик 90 баллов, например, набрал в июне, и мы с ним очень много по этому тренажеру работали. Тренажер здесь и по ЕГЭ, и по ОГЭ. Давайте мы сюда зайдем. Здесь он абсолютно большинство бесплатно. Просто почему я платно себе купил? Потому что, посмотрите, вот здесь идут темы, мы с вами видим, 10 вариантов бесплатных на самые разные темы. Educational Learning, Sports Shopping, Health Lifestyles и прочее. И затем еще дополнительные тесты. Есть еще 20 вариантов, то есть всего 30 вариантов получается. Они уже не тематические. В чем разница? Вот здесь все задания на одну и ту же. Слушайте, давайте, вместо того, чтобы рассказывать, я лучше покажу, потому что иначе получается, какой смысл. Вот берем, например, тему спорт. Мы можем его пройти либо по заданиям, либо можем пройти в формате экзамена. То есть будет прям вот отсчет времени и прочее. Давайте пройдем по заданиям. Итак, посмотрите, он у вас будет требовать доступ к микрофону, потому что он записывает то, что вы говорите. А затем идет все ровно так же, как в экзамене. У вас появляются инструкции, вы сейчас услышите. Голосом тоже. Now we are ready to start. Task one. И вот у нас появляется этот самый текст. Идет отсчет времени, вот ровно то же самое время на ознакомление, как в реальном ЕГЭ. Полторы минуты, но мы не будем до конца ждать, естественно. Затем у вас будет записываться ответ. И самое приятное то, что ответ сохраняется. Start speaking, please. Вот смотрите, то есть он сейчас записывает то, что я говорю. И затем, когда я все это записал, кликаю на... This is the end of the test. То вот то, что я записал, я могу скачать запись ответа. Я могу поделиться в мессенджере, кликнуть, оно отправится, либо просто скачать ссылку, и учитель сможет зайти. Вот 12 секунд я говорил, если я сейчас нажму на играть, это все прозвучит. И самое главное, что после того, как ученик это сделал, мы с ним можем открыть этот текст, почитать, и мы понимаем, о чем там речь шла. Возвращаемся обратно в тренажер. Это мы с вами видели первое задание. Вот у нас ЕГЭ, как мы с вами видим, ПУГ тоже. То есть, видите, здесь все тексты, они на тему, которая в тренажере указана. То есть, здесь все про спорт идет. И вот у нас диалогическая речь. Как раз и появляется. Но здесь пока второе задание, когда мы вопросы задаем. То есть, тут ничего нет. Вот, то есть, все у нас появляется. Но давайте мы посмотрим, например, третьего задания как раз. Это вот то самое интервью. Давайте послушаем. Интервью немножечко сложнее, чем на реальном ЕГЭ, но это дополнительное Now we are ready to start. Потому что мы здесь говорим про... Task 3. Потому что мы здесь говорим про подготовку. Она не бросает. Конечно же, лучше пусть чуть-чуть. Hello, everybody. It's Teenagers World Channel. Our guest today is a teenager from Russia. And we are going to discuss sports. We'd like to know our guest's point of view on this issue. Please answer five questions. So, let's get started. Start speaking, please. Do you go in for regular sport? Which sports are you keen on? Вот все. То есть, записываются здесь ответы. Ну, понятно, что отводятся те же самые 40 секунд. То есть, идея, в общем-то, понятная, абсолютно простая, четкая. И что хорошо, здесь совершенно не запутаешься. То есть, все очень удобно. Точно так же ученики проговаривают. Можно нажать на кнопочку Next. Ну, вот давайте мы вернемся сейчас еще раз. И когда возвращаемся, поскольку это мой тренажер, то вот мы видим, например, вот у меня статистика, что в формате экзамена ни разу не проходил. Вот у меня вопрос один. Аудиозапись есть. Я вижу дату прохождения. Могу ее еще раз скачать, отправить и прочее. Все есть. Но видите, первые 10 вариантов, они все на одну и ту же тему, которые заявлены. То есть, был у нас про спорт, у нас все задания про спорт. Естественно, в самом ЕГЭ такого быть не может. Поэтому, если мы берем, например, следующий вариант, там уже у каждого задания темы будут разные, как в ЕГЭ. Плюс есть еще вот такой вот интенсив, где работает все точно так же, но тем не менее здесь... Одну секунду. Здесь уже точно так же вот эти вот задания идут. Они тоже на разные темы, но здесь вот этот интенсив, он позволяет, если просто его пройти, там самые ключевые слова, ключевая лексика, там немножечко попроще. То есть, вот так вот с этим можно поработать. Как я уже говорил, посмотрите, 60 вариантов ОГЭ и ЕГЭ, есть вот сертификаты ФИПИ, которые могут подойти. Есть подписка. У меня там... Я подписался, но из-за того, что мне так было удобно с учениками работать. Вот поэтому от них можно всегда отказаться и так далее. И это вот авторы серии книг. Основной автор это Ирина Викторовна Хитрова. И одну секунду, коллеги. Сейчас, кстати, готовится. Многие из вас знают, возможно, ее пособие. И сейчас готовится обновленное, вот управляем в типографию завтра, я предполагаю, обновленное пособие, ЕГЭ устная часть 2024. Вот так оно будет выглядеть. Посмотрите, пожалуйста, пока видите то, что еще никто не видел. Вот это видео только редакторы, издательства, я и авторы. Больше никто. Вы первые. Мы эту обложку утвердили буквально два часа назад. Вот эти вот моменты можно будет использовать. Отправлена в типографию очень интересная книга по writing. Необычная, но я про нее отдельно расскажу, потому что там будет о чем говориться. Будет о чем говорить. Вот такие вот моменты, уважаемые коллеги. Так что надеюсь, что вот эти вещи, о которых мы поговорили, они вам пригодятся. Ну что ж, мы движемся к завершению вебинара. Скажите мне, пожалуйста, если можно, я вижу, что у нас человек прибавилось, в конце вебинара у нас было поменьше, нашли ли вы для себя какие-нибудь интересные ресурсы или интересные приемы, которые могут пригодиться? Для тех, кто присоединился позже, можно в чате написать, например, можно микрофон включить. Для тех, кто присоединился позже, я скажу, мы начали с того, что начали обсуждать, почему иногда диалоги не срабатывают. В чем причина? Почему вроде бы и придумали все, а вот неинтересно ученикам? И как-то оказывают, что и говорить-то не о чем. Мы вспомнили основные принципы коммуникации, на чем вообще основано общение, и начали смотреть разного рода приемы для диалогической речи, которые могут пригодиться и для начальной школы, и как их можно адаптировать для старшей, что можно. И вот мы прямо сейчас посмотрели в конце то, что пригодится для ЕГЭ. Ну что ж, в общем-то, то, что можно рассказал. Так, с коллегой спрашивали, все было интересно и полезно, можно ли попросить презентацию? Да, давайте я вам сейчас презентацию прикреплю сюда. Одну секунду. Отправляется. Она 3 мегабайта, поэтому легко можно будет скачать. И надеюсь, что все это пригодится. Вот, кстати, коллеги, как я говорил, о чем, где посмотреть? Давайте я вам сейчас сразу покажу заодно, как у нас сайт title.online переработан, и где вот взять вот эти, многие из этих пособий, в том числе, кстати, и устную часть, и прочее. Так, одну секунду. Там сейчас как раз не очень начинаем, там сейчас идет доработка, просил программиста немножечко подправить один момент, поэтому давайте так, не будем сейчас тратить время, он медленно грузится. Но потом вы можете посмотреть на этом сайте эти материалы. Там много пособий по ЕГЭ, причем эти пособия, они будут в доступе в электронном виде, на год подписка, это стоит дешевле, чем на бумаге купить, в разы просто дешевле, чем в магазине в обычном, в книжном, и очень хорошо для онлайн занятий. Там и по олимпиадам пособий есть, и по ЕГЭ, и прочие вещи. Да, вот действительно, если такие задания на уроках включать, то дети будут чувствовать себя уверенно на экзаменах, потому что общения на уроках обычно не хватает. Это правда, к сожалению, причем вы знаете, там даже проблема не в нас с вами, не в том, какие мы задания используем, проблема в том, что у детей не хватает вот тех самых social skills. Они настолько привыкли к электронному общению, что они не очень умеют общаться в реальной жизни. А жизнь, к сожалению или к счастью, но это больше, чем просто общение онлайн, хотя я сам, например, очень много онлайн общаюсь, поэтому вот такие вещи могут действительно пригодиться. Ну что ж, спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Да, я напомню, вебинар у нас бесплатный, если кому-то нужен сертификат, сертификат, к сожалению, он там стоит небольших денег, но его можно купить в электронном виде. Ссылка у нас уже есть. Кстати, мы планируем вебинар на август. У нас будут вебинары в сентябре, естественно, поэтому приходите, надеюсь, что тоже смогу рассказать вам что-то, что полезное, что берешь и сразу в классе можно использовать, да еще и по-разному модифицируй для того, чтобы это было удобно и не только в одном классе, не только к одной теме прилагалось. Ну что ж, спасибо большое, коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok